Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий торговый день. 30 марта, четверг, и напоминаю, что со следующей недели стартует курс персональной инвестиции. Первое занятие пройдет в понедельник в 18 часов по московскому времени. Курс продлится неделю, понедельник, среда, пятница. Зарегистрироваться вы можете под ссылкой, которую можно найти под этим видео. Всех на него приглашаю. Итак, вернемся к нашему обзору. Основные инструменты пары евро-доллар. По паре евро-доллар мы видим продолжение краткосрочного нисходящее движение, то есть коррекцию в рамках более крупного восходящего движения и на текущий момент один из важных уровней. Который мы можем отметить, это локальный максимум вчерашней торговой сессии по значению 1.08.25. Преодоление данной отметки уже откроет дальнейшие предпосылки на дальнейшее укрепление пары евро. Пока, если говорить о покупках, то сигнал на присоединение в сторону основного тренда пока еще не сформирован. Находимся в краткосрочном снижении последние две торговые сессии. Посмотрим, как закроется сегодняшний день. Практически такая же ситуация с парой британский фунт. Вчера не смогли уйти выше отметки 1.24.75. Остались примерно на тех же уровнях и сегодня тенденция нисходящая продолжается. Если говорить о повторном присоединении на покупку после завершения уже коррекции, то обновление максимума как раз в области вчерашнего значения 1.24.75 открывает предпосылки на дальнейшее укрепление британского фунта с ближайшей целью на 1.26. Пара австралийский доллар, американский доллар продолжает свое восходящее движение. Вчера также данную формацию мы отмечали. И на текущий момент в рамках данного краткосрочного движения краткосрочный уровень мы можем уже перенести в область минимума, который был зафиксирован вчера за значение 76.27. Ближайшая цель по данному движению, как мы отмечали ранее, также остается пока в области 77.36. Пара американский доллар, канадский доллар вчера обновил локальные минимумы. То есть все еще продолжается среднесрочный боковик по паре американский доллар, канадский доллар, особенно если мы посмотрим четырехчасовой таймфрейм. Верхняя граница это 1.34, нижняя граница 1.33.15. Диапазон порядка 100 пунктов и пока еще выйти из него не можем. Но если отмечать с точки зрения поведения цены, то пока остаемся выше значения 1.33, то в приоритете остается более направленное движение на укрепление американского доллара по отношению к канадскому доллару. Пара американский доллар и японская иена сегодня с утра торгуются вблизи максимума вчерашней торговой сессии. Даже две свечи закрылись выше этой отметки, поэтому пока по японской иене мы также отмечаем коррекционное движение восходящее. И по выходу из данного движения, то есть обновлении минимума, который был зафиксирован вчера по 110.71, мы можем уже находить повторные точки для присоединения на продажу. Если коррекция продлится выше, будет идти еще несколько торговых сессий, то соответственно выше мы можем получить более интересные точки для присоединения. По индексу DAX вчера были обновлены локальный максимум, сегодня также их уже обновили, дошли до отметки 12.241, что в свою очередь нам подтверждает сохранение восходящего движения по индексу DAX на текущий момент. По золоту торгуемся вблизи минимумов, значение 1247 долларов за турскую унсу, пока уйти ниже этих значений не смогли. Фактически пока остаемся выше данных уровней, основное направление и краткосрочное и среднесрочное остается на укрепление золота. Ну и нефть марки Brent, после выхода из канала, который отмечали ранее, верхняя граница 50.96, две торговые сессии подряд продолжается рост. И сегодня мы также видим торговлю уже по нефти марки Brent в области 52.50, то есть в области локальных максимум за практически последние две недели. Ближайшая цель это выйти, закрепиться выше отметки 52.50 и дальше уже открываются предпосылки на движение на 53, на 54 и выше. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание, с вами был Исаков Роман, ежедневный обзор разных инструментов. Оставляйте ваши вопросы под видео, если вам понравилось видео, ставьте лайк и увидимся завтра. Всем спасибо и до свидания.